Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия. И мы снова поговорим об астрологии, и не только. Снова ретроградный Меркурий. Значит, покупки и сделки нужно успеть совершить до 13 декабря. Итак, с 13 декабря до 2 января 2024 года три недели с точки зрения наблюдателя с Земли Меркурий двигается вспять. В астрологии Меркурий символизирует поездки, переговоры, договоренности, сделки, учебу, документооборот, родственников, соседей. Все это и многое другое начнет стопориться и пересматриваться. Почему? Потому что энергию ретроградного Меркурия мы направляем на самоанализ, то есть вовнутрь, на работу внутри себя, на разбор сложных тем, касающихся нашего рода, наших корней, целей, темы Козерога и отчасти Стрельца. Да, карта разворота Меркурия в этот раз, как ни странно, весьма мягкая, но следует учитывать, что крутится Меркурий вокруг сакральной точки сил Кологода, вокруг Кляды, значит, поднимутся темы духовного стержня, нравственности, целей, высших ценностей, то есть с точки зрения высшего нашего начала. То есть, конечно, мы будем говорить про предназначение особенно настойчиво. Итогом этой всей переоценки будет встреча. Тройное соединение Солнца, директный Меркурий, Сатурн, владыка кармы. Да-да, кстати, в ночь с 28 на 29 февраля, ту самую необычную дату календаря, где властвуют, пишите кто в комментариях. Открываем свои натальные карты и смотрим, в какие дома натала, то есть в какие сферы попадает отрезок от 22 Стрельца до 8 градусов Козерога. Тут переосмысление, да, и сюда будет направлено наше внимание. Как вы это будете делать, тоже пишите. На ретроградной Меркурии можно только самоанализ, просчитывание, пересмотр, исправление и, самое главное, завершение начатого того, на что энергия была получена ранее. Но новое ничего мы не начинаем до тех пор, пока не пройдет цикл очищения, возгонки, кристаллизации, разрушения в старом образе. И сюжет новый, а не усугубленное повторение, родится только из качественного анализа и выводов сейчас, в эти три недели. Зачатие сюжета происходит на соединении ретроградного Меркурия и Солнца 22 декабря, там, где 0 градусов Козерога. На Калиду 23 года будет ровно 660 дней от начала войны с 24 февраля 22 года. Очень такой не очень хороший символизм, согласитесь. То есть здесь мы должны с вами победить своего внутреннего демона. Экзамен будет с 28 на 29 февраля на соединении Солнца с директным Меркурием и Сатурном. Собственно, это годовщине войны примерно. То есть посмотрите, как нам настойчиво складываются все пазлы. Именно туда, вот на этот цикл, все указывают. Напомню, что в эти даты происходит снова встреча Венера-Марс-Плутон. И либо к этому моменту мы полностью изживаем весь сюжет и делаем выводы, и тогда война завершается. Либо не делаем выводы, и тогда заходим еще на виток, еще на два года. То есть наш сегодняшний ретроградный Меркурий будет готовить нас, чтобы мы пересмотрели последние два года и сделали выводы. Главное, чтобы мы были честны хотя бы перед самими собой. То есть здесь про эго я так конкретно говорю. И выводы, как положено по Козерогу, с покаянием и по Стрельцу с новыми целями. И что, иначе ничего не получится. Иначе будет снова и снова все это продолжаться. А там Плутон. То есть, не на шутку, большое количество жертв и вплоть до какого-то нехорошего оружия. Война не закончится до тех пор, пока большая часть человечества не проведет внутреннюю работу и не сделает выводы. Мы должны под ретро-Меркурием в Козероге пересмотреть свои цели, истинные ценности и подумать о целесообразности всего того, что мы делаем. Время подумать о вечном, о том, что не отнимется в посмертии. То есть Козерог этот будет ставить перед нами очень жесткие задачи. А встречает на выходе из сюжета Сатурн, который все знает про нашу карму. Ретроградный Меркурий отрывает нас от рутины для возможности духовного и ментального раскрытия потенциалов. То есть для вывода нас на принципиально другой уровень. Какие же энергии заряжают нас на этот пересмотр и самоанализ? Это мы узнаем из карты первой остановки и разворота Меркурия. Но прежде отметим, что вошел он в градусы ретро-петли 25 ноября 2023 года. То есть с этого момента он будет трижды проходить путь. Итак, 13 декабря 2023 года Меркурий останавливается и начинает ретроградное движение. Меркурий восходит, посмотрите на асценденте, со звездой Фаоциес. Это туманность на лике Стрельца. Слепой Стрелец. Он подобен Оракулу. Его взор погружен в себя, как и положено в декабре, время Карачуна. И он видит лишь внутренний свет. Он ориентируется на высшие законы и проецирует их в наш мир. То есть такие, которые будут нести в себе исторические преобразования. В любом случае себе этот момент отметят. Но я хочу спросить, а если свет внутри так себе, то что? То туманность – это помрачение и иллюзия. То есть этот Стрелец, который окурен, окутан туманом под Нептуном. Да, всё как всегда, Нептун в центре цепочек управления. Тогда в ближайшие три недели будут продавливать плохие законы, плести интриги. А мы будем с вами ошибаться и снова вляпываться. У вас свет внутри какой? В предназначении внутренний очаг, огонь горит. Кстати, есть хорошая практика медитировать хотя бы на свечу, раскочегаривать свой внутренний очаг хоть таким образом. В карте Сатурн – диспозитор Меркурия. И он встречает на выходе из вот этого всего сюжета. Сатурн в секстиле к Юпитеру. Очень гармоничная энергия и для социума, и для семьи. То есть энергия даётся. Но, напомню, секстиль – творческий аспект. То есть нужна изюминка, которую мы должны привнести. Ещё один секстиль. Долгоиграющий секстиль Нептун-Плутон – это духовное возрождение нашей цивилизации. От нас требуется. То есть мы должны научиться использовать сверхмощные энергии Плутона во благо человечества. Солнце с Луной в косом парусе к лунным узлам. Даже Меркурий в тригоне к лилит. Очень позитивная карта. И не использовать эти энергии – право, грешно. Поэтому очень постараемся. Секстиль – это значит возможности. От нас требуется готовность и творческий подход. Секстиль – нечто среднее между тригоном и квадратом. То есть возможности даются, но нужно немного усилий. Приведу пример. Вам дают санки съехать с горки, но нужно поискать свечку. То есть натереть их. Да, и на горку самим надо взобраться. Но зато как потом будет хорошо кататься. Желаю всем, чтобы желания и возможности совпадали. И что важнее всего, были высоконравственными и духовными. Почему Нептун в центре цепочек управления? Это про нашу с вами духовность, любовь, милосердие. У вас это еще есть? Или превратилось в болото под Нептуном в рыбах? Такое замерзшее. В противном случае, если вот этого всего нету, то Нептун превращается в прививки, мошенничество, оболванивание. Хорошо. Исследуйте свои карты. Темы домов, куда попадают транзитные секстили или тригоны. Нужно придумать, как объединить эти темы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы у нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в личку в Facebook. Будем вместе исследовать ваши натальные карты, вместе искать предназначения и исследовать кармические долги. Почитать наши разборы очень рекомендую в Telegram и в Instagram. Особенно в Telegram там собралась очень замечательная у нас дружная команда. Это наш с вами дополнительный канал, площадка не только для роликов, но и для разбора самых сложных аспектов каждого дня и их глубокой, глубинной проработки. Да, и обратите, пожалуйста, внимание на адрес моего Telegram-канала. Вот только такой и никакой другой. Под Нептуном нам мошенники не нужны. Скачивайте наши астрологические календари. По традиции вы их найдете в описании к этому ролику на YouTube-канале. Скачивайте и будьте синхронны к божественному плану. Будьте умничками. С верой в вас и любовью. Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Пока-пока.